В смысле внутрь? Вы хотите, чтобы я залез прямо в рот к ядовитой змее? Зрачки барсукота сделались почти такими же черными и огромными, как разинутая пасть черной мамбы. Не в рот, а в вагон повышенной комфортности. Он расположен в центре состава. Придворная антилопа и лопа изящно коснулась задним копытом середины змеи. Не волнуйтесь, по статистике путешествия черной стрелой заканчиваются травмами только в одном случае из десяти. А сколько поездок совершила эта стрела за минувшие сутки? Девять. И сколько было у пассажиров травм? Ни одной. Мне не нравится эта статистика. А что за травмы бывают? Можно немножко поконкретней? После того, как черная мамба заглатывает пассажиров, у нее есть два часа, чтобы довести их до места назначения невредимыми. Через два часа пассажиры начнут перевариваться. Но волноваться не стоит. Черная стрела – не только самый ядовитый транспорт дальнего редколесья, но и самый быстрый. С огромной скоростью, с гордо поднятой головой, мамба скользит по саванне. Дорога от границы до резиденции изысканных ни в коем случае не займет больше двух часов. Вам совершенно нечего опасаться. Вас отрыгнут в целости и сохранности. Меня не проглотит змея и не отрыгнет. Этого не будет. Это исключено. Это невозможно. Словно в подтверждении своих слов, барсукот распушился и стал похож на меховой шар такого размера, который точно ни при каких обстоятельствах не пролезет в черную змеиную пасть. Что ж, мы, конечно, не будем вас заставлять. Антилопа сделала реверанс. Правда, не будете? Правда. Вам просто нужно перейти границу в обратном направлении, дождаться ближайшего рейса Аистиного Клина и отправляться домой в Дальний лес. Зачем границу? Зачем в Дальний лес? Я просто доберусь до резиденции своим ходом. Я умею рассеять довольно быстро. К сожалению, это невозможно. Наша страна сейчас находится в состоянии войны. На дорогах неспокойно, и мы не можем подвергать риску наших гостей. Из соображений безопасности добраться от границы до резиденции вы можете только и исключительно черной стрелой. Кто-то еще из барсуков полиции, кроме младшего барсука, отказывается ехать в резиденцию? Антилопа поглядела на барсука старшего и грифа стервятника и нетерпеливо махнула хвостиком, не слишком старательно притворившись, что отгоняет муху. Гриф, оценивающий, оглядел распахнутую змеиную пасть. Я поеду. Без оперения я, наверное, помещусь. Не волнуйтесь. Черная мамба способна заглатывать пассажиров, которые в два-три раза больше нее в диаметре. Ох, тогда я тоже поеду. Представлю, что это такая тесная, но уютная нора. Это ведь не больно, когда тебя глотает змея. Антилопа обворожительно улыбнулась. Нет, конечно. Разве что немножко заложит уши. Барсук старший и стервятник шагнули в змеиную пасть и скрылись в утробе черной стрелы. Змея заглотнула их обоих в один присест без видимых усилий. А валерьянку у вас дают? С валерьянкой я, может быть, попытаюсь. Валерьянку? В вагоне повышенной комфортности подают мелису. Это гораздо лучше. Вкус ярче, успокаивающий эффект наступает быстрее и длится дольше. Можно взять пучок и просто жевать. А можно выбрать настойку на кокосовом молоке. Ну так как? Вас заглатывать или вы будете провожающим? Провожающих просим отойти от черной стрелы. Барсукот оглянулся и поискал глазами провожающих. На горячем пыльном перроне никого кроме него не было. Заглатывайте. Это было не больно. Просто несколько секунд он не видел, не слышал и не мог сделать вдох. Просто несколько секунд его как будто бы не было вовсе. А потом сжимавшие его змеиные мышцы разжались. И в тусклом свете крупных, но старых настольных светляков с обломанными лапками барсукот различил пассажирские кресла и уже успевших в них задремать барсука и грифа. А также многочисленных сурикатов. Судя по всему, в поезде ехала многодетная колония этих зверей. Единственное свободное место обнаружилось рядом с не то рысью, не то крупным рыжим котом с лохматыми кисточками на ушах. Тот сидел развалившись и положив свалявшийся, но все равно довольно пушистый хвост на пустое сиденье рядом с собой. Не подвинешься, приятель? Рыжий неохотно убрал хвост. Хромой шакал тебе, приятель. Черная стрела тронулась, резко сорвавшись с места, и барсукот от неожиданности почти свалился на свободное место рядом с говорившим женским голосом рыжим. Но в последнюю секунду он, однако же, успел принять грациозную позу и сделать вид, что именно так и планировал сесть. А, простите, я не разобрал, что вы самка. У вас нестриженные кисточки на ушах. Обычно такие носят самцы. Нестриженные кисточки. Я понимаю, дальнередкая леса. У нас тут дикость, война и анархия. И все считают, что мальчики должны ходить с кисточками, драться за территорию, никогда не скулить. А девочки должны стричь шерсть на ушах, ловить мышей и катиться два раза в год. Но вы-то, вы, как я поняла, из дальнего леса, не говорили, там цивилизованный лес, где соблюдаются права самок. Так и есть. У нас в лесу никто не обижает самок. И они даже могут работать в полиции. Но просто длинношерстные самки, или такие, у кого растут лохматые кисточки, они стригутся и вычесываются в салоне стригучий лишайник, потому что так красивее. У нас есть стриж-парикмахер. А тебе не нравятся мои кисточки? Они тебе кажутся некрасивыми? Нет, почему же? Они пушистые, очень милые вам. Тебе идут. Барсукот потянул носом воздух. От рыжей пахло песком пустыни и свежей дичью, влажной молодой шерстью и теплым молоком, и еще чем-то с тонкой ноткой луговых трав и валерьяны. И еще мне очень нравится твоя вонь. Это что-то африканское? У нас в дальнем лесу не продают таких ароматов. Рыжая усмехнула слусы. Это не вонь. Я просто люблю валяться в траве. Я каракалка Каролина. Для своих просто Лина. Она протянула ему мягкую рыжую лапу для лапопожатия. Каракалы – это дикие африканские кошки. Я читал про них. То есть про вас в «Зверской энциклопедии мира». А я – Барсукот, младший барсук полиции дальнего леса. Барсукот распушил хвост и выгнул спину. В общем, принял красивую позу. Он ждал восторга. Или хотя бы зверского интереса. Ой, что вы, правда сыщик? Вы приехали к нам распутать очень сложное дело. Ну, чего-то такого он ждал. Он хотел произвести впечатление. И действительно его произвел. Каролина резко отдернула лапу. Ее кисточки на ушах встопорщились и стали похожи на иглы. Ты из полиции? Да. Ты специально сел рядом, чтобы потом за мной проследить? Ты надеешься, я выведу тебя на него? А кого на него? На моего отца, Каракала Алла. Ведь изысканно обвиняют его в похищении жирафика. Конечно. Проще всего повесить вину на дикого старого Каракала. Но почему они обвиняют твоего отца? Ни слова больше. Я устала и хочу спать. Не пытайся выведывать у меня семейные тайны. Каролина демонстративно закрыла глаза и свернула с клубком. Мелисса. Кому мелису с кокосовым молоком? Или просто мелисса? А также закуски? Барсукот вжался в сиденье и уставился на существо, извивавшееся в проходе и толкавшее перед собой тележку со снеками и напитками. Божечки небесные медведики, тысяча сычеков. Кто это? Гадюка-проводница. Змея внутри змеи? А кто еще согласится тебя обслуживать внутри змеи? Но она... 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 Она же ядовитая. Барсукот от страха выпустил когти и вонзил их в обтянутое змеиной кожей сиденье. Каролина сладко зевнула и ничего не ответила. Ну и что, молодой сверек, что я ядовит, а? Я обычно не плюю клиентам в напитки. Так вы будете мелиссовую настойку? Да. Пожалуйста, мелиссу с кокосовым молоком. Смешать и взболтать? Наверное. Гадюка поставила перед барсукотом одноразовый стаканчик из сухого фигового листа, в котором плескался в такт движению черной стрелы ароматный нежно-зеленый напиток. Барсукот выпил содержимое залпом и лихо вытер усы. По телу его разлилась волна щекотных теплых мурашек. Как будто добрый и спокойный зверь почесал его за ухом мягкой лапой, а потом погладил по шерсти от кончиков ушей до хвоста. Сколько с меня шишей? У нас тут молодой зверек не шиши, а кокоши. Десять ваших шишей – это наша одна кокоша. Я могу вам прямо здесь поменять по отличному курсу. Мелисса стоит десять кокош. Это получается сто шишей. Барсукот полез было в карман за шишами, но с другого конца вагона тут же подал голос стервятник. Даже не думай! Это грабительский курс. Одна кокоша равна одному шишу. Чужаков здесь всегда норовят надуть. Кстати, никому кроме меня случайно не кажется, что мы уже часа два ездим по кругу. Сложно сказать. Здесь ведь нет ни часов, ни окон. А вы правда хотели меня обмануть, Кадюка? Хотя знаете, что я полицейский? А что по-вашему полицейским полагаются привилегии? У нас тут в дальнем редколесье профессия не имеет значения. А что имеет значение? Как что? Конечно, сила и хитрость. Барсук-старший просеменил по проходу к тележке, потянул носом и облизнулся, разглядывая разноцветные пакетики и коробочки. А что это у вас тут в коробочках? За кусочки действует акция всего по десять. Есть крылатые цукаты из тараканов, засахаренных в полете, подкопченные на солнце хвостики ящериц, сушеные малярийные хоботки, капкейки с безе из черепашьих яиц и копытной стружкой, бородавки бородавочника с хрустящей корочкой, вяленые полоски зебры, черно-белое настроение. Ну и, конечно, наша фирменная энергетическая закуска. Кусь-кусь. Обожравшиеся москиты с кровью животных дальнего редколесья. Ведь кровь — это суперсила. Сегодня у нас есть сила льва, сила буйвола, сила газели и сила мартышки. Рекомендую взять бородавки под корочкой. Это местный деликатес. Дружище Гриф, надеюсь, ты не забыл, что мы не едим себе подобных, а также их бородавки. Но здесь же действуют законы другого леса. Меня, если честно, интересуют полоски зебры. Мы будем соблюдать законы нашего леса. И мы не станем употреблять в пищу себе подобных. Это анимализм. С чего это вы взяли, что бородавочник вам подобен? Он свинья, а вы, как я вижу, барсук. Барсук-старший открыл было рот, чтобы возразить, но вместо этого вскрикнул. Что-то больно обожгло ему кончик носа. Громко и жалобно заплакали детеныши сурикатов. Ой-ой-ой, на меня что-то капнуло. Что-то едкое. Дорогие пассажиры, мы вынуждены прекратить ваше обслуживание в связи с тем, что наше транспортное средство начало выделять желудочный сок. Гадюка быстренько сгребла закуски на тележку и покатила прочь по коридору. Я не понял. Эта штука нас что, переваривает? Вот казалось же мне, что мы ездим по кругу. Гриф всплеснул полуголыми крыльями и тут же защелкал клювом. Капля слизи упала с потолка на неоперенный участок кожи и там немедленно вздулся волдырь. Каракал Каролина проснулась и выпустила длиннющие, не слишком чистые ко. Ау! Кто пролил мне на спину раскаленный отвар милиса? Это не отвар милисы. Это желудочный сок черной мамбы. Откройте! 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 Барсукот принялся барабанить лапами в стену черной стрелы. Послышались чавкающие звуки. Вся внутренняя поверхность поезда прямо на глазах покрывалась липкой и едкой коричнево-желтой слизью. Барсукот выпустил когти на обеих передних лапах и с силой вонзил их в стену. Десять маленьких дырочек засочились коричневым и через несколько секунд заросли. А подушечки пальцев барсукота покраснели и зачесались. Гриф-стервятник попытался вонзить в стену вагона клюв. Безрезультатно! Клюв легко прошел через тонкий слизистый слой, но уткнулся в клюво-непробиваемый каркас черной мамбы. Откуда-то издалека донеслось шипение проводницы гадюки. Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие. Спасибо, что путешествовали черной стрелой. Наш экипаж прощается с вами. В смысле прощается? В случае непредвиденного переваривания я выхожу через хвостовую часть. Но вы туда в непереваренном виде не пролезете. И что же нам делать? Выходить через головной выход, то есть через рот. При авариях рот черной мамбы должен открываться автоматически. Голос гадюки смолк. Судя по всему, она выскользнула прямо на ходу через пасторную часть. Нам всем нужно бежать в головную часть. К выходу. Всем пассажирам. Если мы дружно навалимся, она, возможно, откроет рот. Барсукот, Барсук Старший, Стервятник, Каракал Каролина и многодетные сурикаты бросились к голове состава, скользя лапами по размягшему полу и с разбегу дружно ударились изнутри в наглухо закрытую пасть с надписью «Выход». Бронированные челюсти даже не дрогнули. Это конец. Нам ее не выбить. Пап, а почему дядя Кот сказал, что это конец? Мы уже почти приехали, да? Уже почти совсем приехали, правда? Поэтому дядя Кот так сказал. Сурикатики, обнимите меня покрепче и закройте глаза. Мы почти приехали, да? Поэтому дядя Кот так сказал. Я не дядя Кот. Я младший барсук полиции дальнего леса. Желудочный сок, до сих пор сочившийся из неровностей в стенах и изредка капавший с потолка, после их броска стал выделяться интенсивнее, словно в поезде заморосил желтоватый кислотный дождь. Детеныши сурикатов заголосили.